В полку ординаторов прибыло. Чувство облегчения в любом случае есть, потому что учеба длились 8 лет. Вручалась я все это время в Казанском федеральном университете. Первые студенческие билеты вручили в Казанском университете. Мы не пускали старшие курсы, прощались с ними и с нетерпением ждали вас. Это новое племя, молодое, незнакомое. И я уверена, что очень скоро мы познакомимся с вами и вы познакомитесь с нами. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. В выставочном центре Казани Экспо состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума 2022. В церемонии открытия принял участие глава Татарстана Рустам Миниханов. В специализированной выставке принимают участие более 160 ведущих отраслевых компаний, которые представляют 25 регионов России и 4 зарубежные страны. Казанский федеральный университет представил свои разработки в области нефтедобычи. Министр просвещения Российской Федерации заявил о том, что с этого учебного года использование мобильных телефонов во время учебного процесса будет под запретом. С чем связаны ограничения и насколько такие меры будут эффективны, разбиралась Маргарита Михайлова. Вопрос запрета использования мобильных телефонов в школах общественности обсуждают уже не первый год. С одной стороны, гаджеты могут стать полезным инструментом в образовательном процессе, с другой – серьезной помехой. Однако в этом году Минпросвещение запретило использование мобильных телефонов на уроках в российских школах. Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами, и вы, кстати, об этом, уважаемые родители, тоже говорили, и учителя, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается на уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий. И если какие-то чрезвычайные ситуации… Помните, мы с вами тоже учились, у нас не было мобильных телефонов. Да, и в школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родителям позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель, на перемене можно пообщаться со школьниками, но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается. Ну, кстати, это тоже использование мобильных телефонов, вы это прекрасно понимаете, влияет на здоровье малышей и детей. Поэтому здесь тоже этот момент нужно учитывать. Во многих школах подобные ограничения введены на уровне устава. Но, несмотря на это, включение гаджетов в учебный процесс – иногда необходимость. Именно поэтому правила использования телефона заранее регламентируются. Эксперты подчеркивают, что сейчас мобильные телефоны для учащихся являются чем-то вроде средства когнитивной психотерапии. Они могут помочь восстановить психологическое равновесие через коммуникацию и самовыражение. Психологи отмечают, такая изоляция может повлечь за собой серьезные последствия. С психологической точки зрения такой подход самый примитивный. То есть метод изоляции у психологов – это самый такой примитивный подход. Изолировать и точка. Но реально изоляция влечет за собой возникновение синдрома отмены. Потому что есть зависимость, есть аддиктивные установки, есть аддикция на мобильные телефоны у наших детей. И поэтому вот такая быстрая изоляция будет определенный этап, когда будет синдром отмены. И вот этот синдром отмены, он будет какое-то время продолжаться. И это будут и психологические издержки, это будут проблемы. Первое, что почувствуют педагоги при синдроме отмены – повышенную тревожность среди учащихся, а также раздражительность и агрессию. Эти эмоциональные состояния могут помешать учебному процессу. Однако на них педагогам необходимо грамотно среагировать. Такие вспышки агрессии – временные явления, которые будут возникать лишь в период адаптации к изменениям. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Из всех наук, без сомнения, медицина самая благородная. А врачи – это люди, которые иногда дорисовывают на ладони линию жизни. Посмотреть на начинающих специалистов вы сможете далее в сюжете. В Казанском федеральном университете прошла торжественная церемония вручения диплома второго выпуска ординаторов Института фундаментальной медицины и биологии. Это один из самых динамично развивающихся институтов университета, целью которого является развитие трансляционной и прецензионной медицины, внедрение достижений современной биомедицины в практическое здравоохранение, а самое главное – подготовка нового поколения врачей. Именно ординатура является важным этапом подготовки высокоспециализированных кадров для практического здравоохранения. Уровень образования выше – это ординатура. И вы его прошли. И вы сегодня получите законный диплом о том, что вы прошли высшую ступень медицинского образования. Поздравляю вас с этим, дорогие друзья. На сегодняшний день Институт фундаментальной медицины и биологии – это не только образовательное учреждение, но и высокотехнологичный центр аккредитации врачей. Кроме того, в Институте реализованы проекты мирового уровня. Создан крупнейший регистр доноров костного мозга, HLA-типирование которых проведено в первой в России специализированной лаборатории, основанной на NGS – технологии для HLA-типирования. Научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины, а также готовится к выпуску многофункциональная клиника стоматологии и эстетической медицины. Чувство облегчения в любом случае есть, потому что учеба длилась 8 лет. Обучалась я все это время в Казанском федеральном университете. Учеба была, не сказать, что тяжелая, но и нелегкая. Мы попали в тяжелое время ковида, когда нас отправляли помогать ковидным врачам, терапевтам. И мы им помогали. В принципе, учеба была очень интересная, веселая и запомнилась на всю жизнь. Обучение в ординатории – это очень интересно, и мне понравилось гораздо больше, чем когда мы учились в первые 6 лет на терапевтов. Ты уже выбираешь свою специальность узкую, она для тебя интересна, все знания специфические, и пациентов, соответственно, вы тоже смотрите уже по своей узкой специальности. Это набирается все опыта, и параллельно получаете такие базовые, фундаментальные знания. Напомним, что подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре стартовала в Казанском университете в 2019 году, а в прошлом году был первый выпуск специалистов. После вручения дипломов ординаторов ждет еще одно испытание. Это экзамены, успешное прохождение которых позволит получить аккредитацию и возможность работать в любой клинике на территории России. Алина Красильникова, Фариза Хитуглы, Универньюз. Первокурсники Института социально-философских наук и массовых коммуникаций впервые получили студенческие билеты в новом учебном году. Подробнее о мероприятии расскажет Амир Ахтемов. Имейте в виду, вы заряжаетесь на 6 суровых лет, если хотите, а вы хотите, конечно, стать большими яркими звездами. Во втором высотном корпусе Казанского федерального университета прошло знакомство студентов с преподавательским составом Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Выбрала этот университет, потому что я не выбирала, куда мне поступать, я знала, куда мне поступать. Еще класс, наверное, с 9-го меня очень привлекало. И сам город, и этот университет, поэтому я здесь. После знакомства с преподавателями студенты первые получили в новом учебном году студенческие билеты. Вручал их декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский. Я поступила на медиакоммуникации, мне изначально показалось интересным это направление. Я о нем очень долго читала, очень долго выбирала его, ну, сделала, можно сказать, осознанный выбор. Выпускники института работают в государственных структурах и информационно-аналитических службах органов государственной власти. Журналисты уже со студенческой скамьи реализуют свой творческий потенциал в местных и федеральных СМИ. В детстве, в журналистике, это было интересно для меня, поэтому я хотел учиться в журналистике. И я хочу сделать документы, фильмы, такие. Нельзя не упомянуть, что помимо студентов бакалавриата на мероприятии присутствовали и магистранты. На магистратуру я пошла с той целью, чтобы получить все-таки полное высшее образование. Я выбрала свое родное телевизие, потому что за годы обучения в бакалавриате я работала по специальности и, в принципе, также дальше хочу продолжать работать и развиваться в этой области. Преподаватели и кураторы пожелали студентам упорно учиться, больше практиковаться и, конечно же, соблюдать устав Казанского федерального университета. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Коронавирус не дремлет. Коронавирус все еще активно наступает. В связи с рекордным увеличением заболевания, Минздрав Российской Федерации принял еще одну попытку освободить граждан России от вируса. О новой вакцине и ее особенностях смотрите далее. На сегодняшний день в России свыше 45 тысяч заразившихся за сутки, и это число неустанно растет с каждым днем. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса Корфлювек. Центр имени Гамалей испытает вакцину на основе вирусоподобных частиц при нейтрозальном введении на добровольцах. В них будут принимать участие 600 человек в возрасте от 18 до 55 лет в шести учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, а также Новосибирска и Московской областей. По словам эксперта, назальная вакцина, по сути, та же вакцина-спутник, только введение не внутримышечное, а ингаляционное путем вдыхания вируса. Назальные вакцины приводят к выработке так называемого мукозального иммунитета, то есть иммунитет в слизистых оболочках. Через слизистые вирус попадает в организм. И если есть иммунитет в слизистых оболочках человека, то вирусу гораздо сложнее попасть в клетки человека. То есть такой иммунитет ставит преграду на самом первом этапе проникновения вируса в организм человека. По данным Минздрава Российской Федерации, подобные лекарства позволяют нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие COVID-19 для пациентов с факторами риска тяжелого течения заболевания. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в три недели исключительно лицам старше 18 лет. Однако, по словам специалиста Казанского федерального университета, назальная вакцина не является самостоятельной. Она наиболее эффективна в качестве ревакцинации. Тогда в организме человека формируется иммунный ответ, который защищает верхние и нижние отделы дыхательной системы. Сейчас я считаю, что наиболее благоприятное время для ее внедрения, потому что в сентябре, осенью этого года ожидается сезонный всплеск заболеваемости. Различными респираторными заболеваниями и в первую очередь с коронавирусной инфекцией. Поэтому новая вакцина, которая защищает человека от самой инфекции, а не только от тяжелого течения заболевания, была бы весьма кстати. Исследование третьей в России назальной вакцины от коронавируса пройдет в двух медицинских центрах Санкт-Петербурга. Его планируется завершить до 30 декабря 2022 года. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok